всем привет как Влада я вечно так начинаю говорить и Влада на меня начинает кривлять но ушла теперь подальше чтобы чтобы не сниматься вот так мы сегодня гляньте какое у нас солнечное утро даже уже можно сказать день и мы сегодня едем ну как так сказать каждый по своим делам я еду у меня сегодня коррекция бровей а Влада едет свою театральную но мы по пути идем вместе и на маршрутку вместе потом я ее практически до театрального довезу и потом уже будем разойдемся я чуть-чуть дальше поеду а она чуть раньше выйдет в общем мы едем в город по делам приехала стою коридоре длинный коридор и пустой если разговаривать громко то будет очень громко здесь такое есть возле щитка пожарного но есть обо что облокотиться и стою на 20 минут раньше приехала поэтому время так сильно не рассчитаешь как лучше приехать уже как получилось приехала как приехала ну минут пять подожду и пойду скажу что я пришла уже может меня раньше примут вот такие вот дела брови настанет как раз такой период когда опять нельзя будет их мочить надо будет вот так умывать потом вот так умывать в общем брови опять нельзя будет мочить потому что будут корочки уже как бы две ну первые две недели я не мочила а потом уже время прошло корочки все посходили и потом уже все было нормально вот на одной у меня хорошая такая форма на другой вот чуть-чуть расплываясь но после коррекции все исправится это бывает так в общем после каждой так как набили после первого раза обязательно нужно делать коррекцию все сделала девочки какая красота но это первый этап заходит такое впечатление что заходит конечно только брови но в принципе неплохо сказали чуть-чуть будет светлее ой как бы так как вылезти из-под камеры в общем еду домой дальше по делам еще нужно скупиться это у нас красота теплота солнышко светит вообще но вот сегодня второй день как тепло и я конечно еще побоялась ехать просто в футболке без накинула вот такую легкую джинсовую кортку на себя в общем еду домой и по дороге домой у меня выдалась свободная минутка так сказать и я поехала в магазин тканей мне нужно было купить тканюшку мне вот понравилась вот такая вот лимонная она была очень яркая красивая но мне ее не продали потому что оставался маленький остаток потом вот такая мятна голубая и синий электрик из тех которые мне понравились но синий электрик у меня вроде бы есть такая теплая кофта в общем синего электрика у меня много и есть у меня небольшая задумочка хочется мне что-нибудь придумать из такой вот весенней кофты накидушки как я ее хочу так назвать это такая вот просто обычная кофточка летняя легкая ну в общем у меня конечно получилось не совсем летняя но она легкая ее так утром одел в ней не холодно а уже домой идешь снял и мало места занимает я здесь прошлась по магазину его у нас открыли недавно то есть до войны он работал потом было рядом попадание там повыбивали окна и магазин стоял все время закрытый и там в общем есть у нас еще это как бы сеть магазинов есть еще такой магазин у нас в городе и я туда ездила и вот приблизительно знаю цены и вот посмотрев какие цены здесь и какие цены там здесь этот магазин находится в центре в котором я сейчас и цены с разницей выше на 50 гривен на 70 гривен ну в общем такие понравилась мне еще вот эта светло-голубенькая но ткань больше теплая такая а вот ткань такие как я покупала на свой капор только чуть-чуть светлее она была вот получается на 50 гривен разница ну неплохие цены можно очень даже красивые кофточки пошить сразу показаны компаньоны ткани стоят рядом что можно выбрать на юбку что можно выбрать на кофточки в общем сразу показаны идеи я уже дома не стали показывать покуда я ела разобрали курей значит купила две курицы спинка четыре крыла и спинка это на супы бедра и голени ну получается как отрезали окорочка это ну пожарим и вот две грудки большие ну большие небольшие оставили две грудки это отдельно в пакете это будут салаты так села на полу и сейчас думаю покажу и потом уже пойду заниматься своими делами значит была в магазине вот это который показывала и купила вот все таки вот этот мятно-голубой и хочу вот покуда еще такой есть погода это трикотаж хочу пошить из нее кофту чтобы ходить утром идешь и как-то еще свежо а домой буду возвращаться уже жарко чтобы не сильно тяжелое нести в руках ну не сильно громоздкой надо какую-нибудь такую легенькую кофточку в общем классный такой вязаный трикотаж цена я показывала 180 гривен ну классный мне понравился вот этот который был лимонный я выбрала два хотела вот этот голубой и лимонный вот этот голубо-мятный я даже не знаю как этот цвет называется лимонный цвет его остаток в рулоне остался там и ну тот метраж который я заказывала у них остается маленький они мне отказали сказали что придет кто-то другой и купит у них в общем вот такие покупки все-таки же хочу сегодня успеть пошить можно сказать фух мне надо на маршрутку спешить ну в общем я сегодня сейчас одну секундочку не не буду пачкать так вот начинается по порядку я стала на кухне делать салат салат называется я его слепила из того что было у меня с прошлых выходных остались грибы мы их пожарили куриная грудка баночка ананасов я уже покупала их я уже честно говоря не помню когда я их покупала кукуруза есть тоже и есть сыр вот с этого всего я хочу теперь слепить салат и в то время как я буду резать я поговорю с вами на дно отчет на дно тарелы этого салатника где у меня будет салат мысочки такой лотка на дно кладу грибы грибы просто обжаренные с луком так и сюда теперь буду нарезать ананас так вот я про то что куда я вечно бегу я бегу несусь думаю сегодня такой день похожу поснимаю ну что вы думаете там где я медленно ходила там где нельзя бегать там я там и поснимала в гранд текстиль я заходила в магазин там я и поснимала но во всех остальных местах я просто бегу зашла в АТБ я уже не помню зачем я заходила в АТБ зашла в АТБ а хотела овощи купить капусту хотела купить огурцы огурцы дорогие пойду на рынок во вторник куплю и капуста там какая-то странная в общем мне она не очень понравилась вот и думаю поснимаю вам по АТБ пробежалась ничего нет людей полно всех валом потом пробежалась по мне нужно было масло забежала в колбасный наш там где колбаса сыр купила там масло тоже все по-быстрому уже руки полные уже сумки тяжелые и пошла на маршрутку как я на маршрутку сегодня успела посмотрела по расписанию 17-20 маршрутка ну думаю нормально ну просто долго я Владе позвонила все на театральном говорю ты успеешь она нет наверное не успею он нас сегодня задержит ну хорошо ну думаю никуда уже не пойду мне там нужно было еще в концтовары думаю никуда не пойду останусь прихожу стою на маршрутку приходит маршрутка рано приехала думаю странно как то она потом ну я зашла людей много было я зашла села смотрю водитель садится за руку за рулю там спустя какое-то время думаю нам еще сидеть там 20 минут смотрю водитель садится за руль заводит машину думаю интересно во сколько ж мы отправляемся и потом смотрю а я неправильно посмотрела расписание расписание посмотрела как ехать от нас ну из дому а не с холодной горы в общем в общем такое дело дела бегом быстро-быстро и так в общем нарезала я и так и не поснимала о а то я сейчас она рассказывала нарезала уже у меня филе уже нарезанное грибы сверху выкладываю филе и майонезом и чуть-чуть подсолю у меня будет прям сытный салат потом прибежала домой быстро как это говорится я даже не знаю не знаю знаете так чтобы культурно сказать гимна горят как у нас как у нас на украинском говорят срочно мне срочно нужно это все сегодня дошить ко мне пришло вдохновение но это даже вдохновением нельзя назвать это вот прям срочно надо вот быстренько я быстренько я села пошила завтра уже пойду в этой кофточке которую пошила и видео отдельно выпущу там где его шила чтобы сюда его не засорять вот это отдельно видео и все и вышла на кухню а на улице он уже почти темнеет а мне еще хочется на улицу выйти посидеть Влада кстати уже пришла не могу я понимаете вот идти просто по улице и снимать сбиваюсь у меня куча отвлекающих Оля тут заходит шумит ты отвлекаешь меня вот я говорю о том что я по улице не могу а я слышу ты раз говоришь что только я думал кто-то тут есть по улице не могу идти разговаривать потому что отвлекают меня вроде бы как и в камеру нужно смотреть и все и тут еще дома закрылась это всех на кухне закрылась и снимаю не ну как так идешь по улице конечно когда с кем-то то разговор поддерживается вроде как нормально подсолила вот 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 теперь сюда выкладываю нарезанный ананас на курицу такими большими долечками ну так чтобы чувствовалось курицу смазала майонезом а этот не буду смазывать майонезом он и так мокренький и сюда вот так думали какая должна быть прослойка чего-нибудь ну вот между ананасом и курицей и так придумали что сыр сейчас натру сыра и сыром оно вообще будет сытно и курица и сыр ну а сверху кукуруза сейчас достану терку спряталась и появилась достала терку и сейчас натру сыром будет вкусный салат салат это называется салат чтобы не пропали дома никакие продукты все и сразу я честно говоря даже не глянула ну тут срок годности срок годности до 25 года можно не переживать ну уже надоело уже просто чего-нибудь хочется с ананасами а мы его не использовали видите какие у меня брови в общем опять получается захожу я и заходят брови вернее не я а брови заходят ну это же первое время они будут темные я уже сначала привыкала к темным потом уже привыкла к светлым мне уже так понравилось со светлыми бровями потом опять вот поехала опять темные и опять они будут сходить и будут светлые и будут вот как нормально я попросила чтобы они мне не затемняли вот просто сделали как и есть в общем девочки вот такой день у нас сегодня солнечная погода вообще шикарная сегодня и вчера но сегодня я же говорю вообще даже в футболке ходила в метро заходила одевала джинсовку а так классная погода так даже жарко так перекладываю теперь сверху сыр посмотрю достаточно ли сыра наверное еще натру столько же давайте я отключусь а то я смотрю и так много там наболтала уже чтобы видео не было длинным и потом покажу какой получается салатик сыр смазала майонезом и теперь наверх выкладываю кукурузу может его конечно нужно было перемешать я не знаю такой салат ну попробуем слоями потом вам расскажу какой получился кукуруза это будет везде и в первом и во втором как говорится и в третьем слое в общем вот такие у нас дела ну и на этом буду заканчивать свое видео всем желаю мира добра всем пока